Всем привет, с вами Ёлка, и с вами больше Сэм, отставлю её пока сейчас. Она сейчас нам не понадобится, не в этом видео. Передо мной стоит пара бутылочков энергетиков. Вот, умный зритель, внимательный, сосчитай сколько их. Я надеваю свои очки, это экспертные очки, они сегодня помогут мне досконально оценить и попробовать каждый из энергетиков. Когда-то я уже делал обзор на энергетики. И вот, там было только 4 энергетики. Сегодня я решил сделать обзор именно на казарские энергетики, то есть я купил их в магазине в Казахстане. Вот, все энергетики передо мной. Как вы могли заметить, их 10 штук. Вот, по стоимости я буду просто подписывать сколько каждый стоит. Сегодня я буду оценивать только вкус, скажем, по 10-бальной шкале. Ну что ж, заглянул я на каждый энергетик. И думаю, начну вот с этого энергетика. Вот, энергетик называется атом. Он атомный. Так посмотрим. Он произведен в городе Тимиртау, то есть разлит. Вот, там говорят, черный снег зимой. Вот, так я его кручу, верчу. Обмануть своих подписчиков хочу. Вот, ну что ж, открываю, посмотрим, не будет ли атомного взрыва. Так. Слышу газированность. Газы присутствуют. Так. Так, изучай запах. Запах такой сладкий. Напоминает по запаху, наверное, флэш. Так, сейчас будем тестировать вкус. Так, ну, я пью его. В принципе, неплох по вкусу, как флэш. То есть, если пили флэш, это стандартный, такой приятный, сладкий энергетик. Вот, он не отрогающий. Он, вроде бы, как бы, оригинальный. То есть, никаких добавок тут нет. Так, я не понимаю, что туда добавлено. Сейчас еще протестирую. Ну, то есть, повседневный энергетик. Мог бы пить каждый день. Насчет бодрости не подскажу. Но, думаю, потом в комментариях напишу, как я буду себя чувствовать после 10 протестированных энергетиков. Пока этот энергетик мне понравился, поставлю его в сторонку. Так, следующий энергетик бизон. Перед нами вот такое животное. Вот, оно прямо огромное. Прямо как больший Сэм. Вот. Оно у нас получается с ягодой. Бизон. Бизон. Вот, сейчас я буду его открывать так же. И оценивать сначала запах. Так, открывается просто. Так, но по запаху такой приятный, сладкий запах. Такой малины или какой-то ягоды. Сейчас буду тестировать. Так, но он очень сладкий. Сейчас еще продолжу пить его. Так, но на вкус он как Берн примерно. Вот, то есть, если вам нравится Берн, оригинальный Берн. И что из себя Берн представлять, если никогда не пили? Это такое животное, которое очень сладкое. И оно прям бьет вас по голове. Вот, из чего из себя представляет Бизон. Бизон мне тоже понравился. Так, теперь у нас на обзоре Горилла с соком. Я беру открывашку и... Все что-то разлил, ну ладно. Не страшно. Так, перед нами вот такая бутылочка стеклянная. Уже приятно держать что-то в стекле. Хотя эти энергетики ты попил и скрываешь. Тоже удобно. Так, сейчас мы посмотрим на упаковку. Она выглядит поприятнее, чем предыдущие энергетики. Но мы с вами оцениваем вкус, а не внешний вид. Поэтому тестирую. Так. Сейчас еще сделаем вкус. Глоток. Но чувствуется он менее газированный. Вот и менее сладкий. Ощущение, будто бы какой-то сок пьешь. Ладно, я его отставлю. Поставлю его в середину. Энергетик, который, ну, приятный. Но не прям вау. И будут торгающие энергетики. Появятся ли они у нас сегодня. И вот перед нами Адреналин Раш. Самый, по-моему, мажорский энергетик из тех, что у нас есть. Интересно, можно ли так открыть его. Сейчас проверим. Не знаю, что я открывашку с собой взял. Ладно. Так, открываем. Баночка. Сейчас будем пробовать. Ну, по вкусу они примерно одинаковые. Сейчас. У меня в стакане вода, чтобы перебить вкус. Я как эксперт подготовился. Я прям энергетический сомелье. Так, первый. Чувствуется, что здесь еще меньше сахара. Возможно, тут больше энергии. То есть, чем меньше сахара, тем больше энергии. Значит ли это? Так, ну ладно. Пока поставлю его на позицию поменьше, чем вот этот. Так, и приступим к следующему энергетику. Перед нами танки. Танки. Здесь должна быть реклама танков, но они мне не заплатили. Поэтому не будет. Танки, танки, танки. Кто хотел играть в танки? Вот, я держу танковую упаковку, банку. Скрываю без лишних слов. На ней подписано грин. Хотя танк тут черный. Не пытайтесь меня обмануть. Так, ну и что ж. Что-то я забыл их нюхать. Ну ладно, буду нюхать, пробовать. На вкус это тоже как флеш. А камень и сахар, наверное, он чем-то мне напомнил. Вот этот атомный энергетик. Сейчас мы их сравним. Ну, вот этот более сладкий. Тут меньше сладости. То есть, наверное, больше воды. Хотя, может быть, и наоборот. Ладно, мои рецепторы забиваются. Поставлю их. Короче, идентично. Идентично. Пока нет аналогов. Сейчас мы берем энергетик Z. Тут такая буква Z. И заброшенная подписана Z. Он такой, типа, энергия. Типа, молния. Прям такой тусовочный, молодежный. Энергетик по нему сразу видно. Да, поэтому, если вам там нет еще 18, то рекомендую. Так, мы его вскрываем. Сейчас мы понюхаем его. И теперь делаем первый глоток. Немного такой странный вкус сейчас сделаем. Еще один глоток, чтобы убедиться, что действительно странный вкус. Ну, он относится больше к этой категории. Наверное, я его поставлю даже похуже, чем Атом. Вот, за счет того, что он, ну, он газированный, да, но чувствуется, что в нем как будто вообще почти одна вода. Ну, да, большой Сэм не рекомендует его. А теперь большой Сэм снимает очки и будет тестировать без очков. Йоу, дальше у нас на обзоре торнадо. Торнадо со вкусом жвачки. Жвачки захотелось. Так, она такая, прямо тропическая, тропическая упаковка, банка. Вот, прям захотелось погулять в тропиках. Ну, что ж, вскрываем ее и тестируем на вкус. Я сказал на вкус, а не на запах. Так, ну, чувствуется жвачка, ощущается. Прямо чувствуешь, что ты идешь такой по тропикам, пьешь его, танцуешь, даже немного пританцовываешь. Чувствую же, как по моим венам растекается энергия. Ладно, я его тоже отнесу, он какой-то немного другой, то есть по вкусу вот эти три, они почти одинаковые. Вот эти относятся к одной категории, и вот тут разные много вкусы. Так. Фух, сердце мое колотится, стучится. Продолжаем. Я дегустирую воду, чтобы убрать вкус и запах этих энергетиков. Так, у нас есть вот такой коктейльный энергетик, он такой тусовочный, барный, я бы сказал. Берем его, открываем, я сказал, открываем. Ну, это манго-энергетик, вот, манго-кокос даже. Выглядит довольно-таки неплохо, думаю, можно даже своей женщине там в баре пить, ну, или женщине, которой хотели бы, чтобы она стала вашей. Что-то у меня уже распират этот энергетик, ладно, тестируем дальше. Не знаю, какой-то такой странный вкус. Вот из-за того, что-нибудь кокос добавлю. Блин, я уже не знаю, почему его отнести, ладно, он будет уникальным. Не будет не похож ни на что. Попью еще воды. Все становится слишком сложным. Ладно, и без лишних слов, у нас есть вот такой Energy Extreme Black. Так, дринг, Carbonated Refreshing Energy Drink, ладно, извините за мой французский. Так, тут такая пантера просто изображена, я ее сейчас открою, там, черный. Чувствуется, как газы выходят. Ты медленно крутишь крышку, потом кидаешь ее и делаешь первый глоток. Что он за вкус, сейчас я пойму. Ощущение, что все энергетики вот будто бы одинаковые. И ссылок к этой пятикории. То есть вот они почти одинаковые. Если вы начали пить какой-то энергетик, то есть взяли два энергетика, попробуйте. Вот, то есть взяли один из этих, ну, то есть взяли, например, Z и Black Energy. И вы как бы попили немножко Z и потом Black Energy, и вы их уже не отличите. То есть, да. И последний такой целлюлозный, цветастый, такой яркий. Просто если у вас, например, есть подруга, которая там волосы красит фиолетовый, носит яркие кофты там. Ну, не знаю, может, панк, эмо. Вот можете купить ей, может быть, ей это понравится. Сейчас на вкус оценю. Но внешний вид так точно. Я подумаю, что она не такая, как все. Так. Крышка уже дает эксперименты. И открытие. Так, чувствую. Что же я чувствую? Тяжелое решение мне дается. Короче, к какому выводу мы приходим? Перед нами 10 энергетиков. Каждый из них претендует на что-то свое. У каждого есть свои фанаты, свои конкуренты. Каждый хочет выпендриваться. Ну, что лично думает Большой Сэм про все это. Бизон. Это для тех, кто берет ПП Бизон в Контерстраке и убивает нубов. Вот. Он такой бодрящий, сладкий, ягодный. Покупай, не пожалеешь. Торнадо. Если вы находитесь в субтропиках, идете по пляжу и видите холодильник. Открывайте его там, ледяной торнадо. Вы его берете и пьете. И вам очень приятно. Рекомендую. Так. Если вы в каком-нибудь пафосном баре хотите подспить какую-нибудь женщину. Ну, допустим, вам лет 15, я ей уже за 30. И вы таки думаете, ну, как бы, как не подкатить. Вы покупаете вот такой коктейль с такой крышкой. Тут она, как бы, должна вот так откручиваться. То есть, вам даже не понадобится открывашка. Покупаете. Может быть, открываете, сами попьете немного. Потому что, если вам 15 лет, то денег у вас особо немного. И даете, угощаете свою пассию. Она вот так пьет. Думаю, ей будет приятно. Так, ну, вот эти энергетики, как я понял. Вот этот, если у вас совсем денег очень много. И вам их просто девать некуда. То можете купить его. Можете, например, большому Сэму задонатить на Дошрак. Ссылки в описании. Вот. А это если, ну, как бы, у вас есть айфон, но, как бы, не последний. Можете его купить. Так. С этим мы разобрались. Вот. Это энергетики относятся к совершенно другой категории. Вот эта Зет, она, ну, не знаю. Можно ли вообще мне что-либо говорить о нем? Потому что это буква Зет. Короче, этот просто энергетик, как будто вас током шибануло. Что-то распирает меня от них. Энергия кипит, бурлит по мне. Сейчас еще глоток сделать, чтобы сделать. Прийти к правильному мнению. Сделать правильное, принять правильное решение мотива. Короче, большое с вами говорить, что если вы работаете электриком, и сегодня у вас так же не ударила молния, то есть, ну, током не ударил, потому что, например, фазы неправильно поставили и живы остались, вот то рекомендую. его брать. Вот этот энергетик, он тоже претендует на какую-то свою нишу, как и все остальные. Его я бы рекомендовал подарить, например, как мы называем в Петербурге, панкухан. Вот, то есть, им явно понравится. Он такой фиолетовый, цветастый. Может быть, он будет даже цвет ее волос. Ей явно понравится. За вкус, за вкус я тоже отвечаю. Вкус вроде неплохой. Ну и что ж, остались еще три энергетика. Вот этот энергетик, прям реально для, для таких крутых пацанов, которые сидят на районе, такие все в гетто районах живут. Вот, я думаю, им реально понравится. Он такой черный, такой, я не буду считать себя крутым. Возможно, они байкеры и носят черные кожаные куртки. Да, думаю, заценят. Атом. Этот энергетик просто для тех, кто работает на атомной электростанции. Ты как бы работал весь день, и ты видишь, что у тебя есть энергетик атом. Ты такой, ну не оторваться, что ты от работы и пьешь. Всего сидишь. Вот. Ну, и последний вот этот энергетик. Мир Танков. Я считаю, Мир Танков, конечно, такая себе игра, но энергетик, видимо, для танкистов придумали. По вкусу он как флэш. Видимо, тут все по вкусу как флэш. Ладно, я уже запутался. А вы можете написать в комментариях, какой энергетик, по вашему мнению, выигрывает. На мое скромное мнение, больше всего мне понравился вот этот. Затем, наверное, ну, даже не знаю. Моим фаворитом остается Бизон, потому что были времена, когда я любил брать Пеппе Бизон, в Counter-Strike убивать нубов. А с вами был и остается Большой Сэм. До скорых встреч. Ну что ж, все энергетики попробованы. И теперь мы будем делать коллаборацию среди энергетиков. То есть, каждый энергетик смешивать вот в этом стакане. Так, наливаю чуть-чуть этого энергетика. Теперь чуть-чуть вот этого. По цвету он такой же. Теперь чуть-чуть вот этого. И этот такой же. Так, отставлю, чтобы не забыть. нет, он не фиолетовый обман. Так, скрываем крышечку. Теперь чуть-чуть атомного. Думаю, надеюсь, он будет зеленым. нет, они все одинаково цвета. Текст. Теперь чуть-чуть коктейльного. Текст. Теперь чуть-чуть черного. Точнее, Black Energy. О, он уже такой красненький. бизон прямо. Бизон. Так, теперь ну, он такой же подсветок и все остальные. Так, теперь Bubble. О, фиолетовенький. Текст. И мой фаворит ПП Бизон. фиолетовенький. Текст. Ну все, мы все смешали. Вот, что получилось. Сейчас помешаем и будем тестировать. Странный вкус. Ощущение, как будто вот чуть-чуть от этого энергетика, чуть-чуть от этого, чуть-чуть от этого, чуть-чуть. Ну, короче, от всех, потому что я смешал. Вот это да. Ладно, сейчас я выпью энергетику, попробую отжаться 10 раз. Что еще остается делать? Ладно, я считаю, что именно так и нужно пить. Если вы берете много энергетику, просто смешиваете и получится что-то такое вкусное, энергетическое, сладкое. Да. Субтитры сделал DimaTorzok